Книга «Открытым оком», том 1, вопрос 55, тема «Молитва». «Как молиться за убиенных абортом младенцев?» – отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Ни об абортах, ни о молитве за них в Библии не сказано ни слова. Чего в Библии нет, о том не рассуждаем, как говорит Иоанн Затаут. Согласно Библии, все молитвы, написанные на эту тематику, есть плод человеческого скудоумия и неверия. «Нужно молиться о себе, если сделали такое преступление, и быть под епитимией десять лет не причащаться» – правило Василия Великого II. Умышленно погубившее зачатый в утробе плод подлежит осуждению смертоубийства. «Тонкого различия плода, образовавшегося или еще необразованного, у нас есть, ибо здесь полагается взыскание не только за имевшие родицы, но и за то, что наветовало самой себе. Поели кужоны от таковых покушений, весьма часто умирают, всем совокупляется погубление плода, как другое убийство, дерзающих на сие умышленно. Впрочем, подобает не до кончины простирать покаяние их, но принимать их в общение по исполнении десяти лет. Врачевание же измерять не временем, но образом покаяния. Нужно каяться самим матерям и отцам. Забота о погублениях должна выражаться хотя бы в том, чтобы не убивать дальше. С какой настойчивостью на детей заказчик по ветру их в растениях пускает, на парашютах тополь, одуванчик, репея за шерсть, одежду всем цепляет. И так по всей природе в преизбытке, на миллион, а выживет один, но женщина в себе сварила пытку через алкоголь, аборт и никотин. Убить, не дать родиться человеку, венцу творения, вершине золотой, по научению, злобе и навету, назвавшегося бесом, сатаной, скрыжище в зло, в атаку лобовую идет, взрывает, сокрушает всех. Сам пуповину режет, салютуя. Убийство, ложь, дозволено, не грех. Но как живуч тот человек, как плющ, ползет все вверх, минуя протоколы. Он тонет, замерзает, нищ, худющ, уже отравлен с тысячи уколов, пока не истребим наполовину. Пока танцует, тешится нутро, уже вселенной режут пуповину и на жаровне общее тавро. Спаси себя, избрав врачом Иисуса, детей, похоже, редко кто спасет. И веру сохранить считай великим плюсом, змей в лихорадке, землю все трясет, в почете Акушеры не всегда, рождение младенцев нежеланно. Пустыня, утекает околоплодная вода, умолк великий хор, готовых петь, асанна. 20 мая 2002 года, Игнатий Тихонович Лапкин.